Проспект Мира Красный просвет Проспект Мира Красный просвет Проспект Мира Здравствуйте, дорогие земляки и гости! Мы рады приветствовать авторов, зрителей и организаторов на открытии межрегиональной художественной выставки Проспект Мира Красный просвет Сегодня вы станете свидетелями слияния двух сибирских школ изобразительного и декоративно-прикладного искусства Художники Красноярска и Новосибирска Члены региональных организаций Союза художников России впервые в этом зале откроют для вас совместную выставку под названием Проспект Мира Красный проспект И это название не случайно Год назад, мы надеемся, многие из вас стали свидетелями первой масштабной выставки художников Сибири из Красноярска и Омска Своеобразный мост искусств, отражающий богатство художественных школ регионов вот уже второй год открывается в Красноярске Реки Енисей и Иртыш Проспект Мира и Красный проспект как параллели, которые пересекаются благодаря изобразительному искусству Сибири Выставка представляет произведения разных стилей и направлений выполненные в жанрах пейзажа, натюрморта портрета, сюжетно-тематической картины и городского пейзажа работы заслуженных художников Красноярского края и Новосибирской области известных не только в регионах, но и в России, а также за рубежом Вашему вниманию будет представлено около 200 работ современной живописи, графики, скульптуры и изделий декоративно-прикладного искусства Выражаем особую благодарность учредителям и организаторам выставки Министерству культуры Красноярского края Федеральному государственному бюджетному учреждению региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в городе Красноярске Красноярской и Новосибирской региональным организациям Всевоссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Дону искусств, Центру международных и региональных культурных связей и Красноярскому культурно-историческому музейному комплексу Дорогие друзья, для приветственного слова Мы с радостью приглашаем на эту сцену Елену Галактионовну Пазникову Министра культуры Красноярского края Эдхама Шупревича Акбулатова Главу города Красноярска Александру Маровича Грекова, Москва Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Члена корреспондента Российской академии художеств Секретаря Союза художников России по арк-вопросам Главного редактора журнала художника и газеты «Художник России» Вадима Викторовича Иванкина, Новосибирск Заслуженного художника Российской Федерации Члена Союза художников России Члена корреспондента Российской академии художеств Профессора, председателя Новосибирского регионального отделения Союза художников России Анатолия Павловича Левитина Народного художника Российской Федерации Вице-президента Российской академии художеств Действительного члена Российской академии художеств профессора, председателя регионального отделения Урала, Сибири, Дальнего Востока, Российской Академии Художеств в Красноярске. А также и Сергея Евгеньевича Ануфриева, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, действительного члена Российской Академии Художеств, председателя Красноярской региональной организации, Всероссийской Творческой Общественной Организации Союза Художников России. Добрый день, гости нашего города. Добрый день, уважаемые авторы. Добрый день, уважаемые гости. Дорогие друзья, сегодняшнее событие уже стало привычным. Такие события уже стали привычными, и это очень и очень отрадно. Дело в том, что жизнь человека, который живет в большом городе, это не простая жизнь. Это жизнь в урбанизированном пространстве, это жизнь с постоянным ощущением дефицита времени, это жизнь в постоянном ощущении стесненности и городских проблем. И в этой связи человеку необходимо иметь отдушину, и одной из таких отдушин, безусловно, является искусство. Искусство вообще и изобразительное искусство в частности. Поэтому мне очень отрадно и очень приятно, что в городе Красноярске проводятся все больше и больше различных выставок. Это направление, которое, безусловно, мы будем дальше продолжать в нашей работе. Потому что искусства много не бывает. Мы должны сделать так, чтобы появлялось все больше и больше различных площадок, площадок, на которых могли бы экспонироваться работы, в том числе и связанные с изобразительным искусством. Дорогие друзья, я поздравляю всех с открытием выставки, но хотел бы сказать еще об одном. Сегодняшняя выставка «Красный проспект. Проспект мира» — это выставка, характеризующая соперничество двух городов. Соперничество Красноярска и Новосибирска ощущается во многих, во многих сферах. Это, конечно, экономика, это конкуренция за людей, но в том числе и творческая конкуренция. И вот, мне кажется, последняя творческая конкуренция, она идет на пользу и, безусловно, не приносит никакого ущерба ни одному, ни другому городу. Мне очень приятно, что общественность Новосибирской области, города Новосибирска поддержала эти инициативы, связанные с проведением таких встречных выставок. Я надеюсь, что будут выставки и в Новосибирске, куда приедут красноярские художники, и мы обязательно будем помогать реализовать такие инициативы, потому что это нужно людям. Поэтому спасибо всем авторам, кто представил свои работы на этой выставке. Спасибо всем, кто собрался для того, чтобы торжественно поучаствовать в открытии выставки. Большого всем успеха. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Вот сегодня та аудитория, которая, я думаю, практически посетила все последние проекты последних лет, наиболее крупные проекты, которые были реализованы в области изобразительного искусства. В этом году это последний проект, проспект Мира, Красный проспект, последний имеется в виду 2012 года, который, в общем, наверное, является своеобразным итогом того движения, как экспозиционным итогом, так и творческим итогом определенного этапа. Вот нескольких таких проектов. Мы все научились еще раз ходить на такие крупные выставочные проекты. Мы стали очень тщательны в экспозициях, в отборах произведения. Ведь не секрет, что два союза отобрали гораздо большее количество работ, чем сегодня это разместилось в экспозиции. Это значит, что такая тонкая, филигранная работа у экспозиционеров, которые отбирают непосредственно те работы, которые сегодня вошли вот в это экспозиционное пространство. И мне бы хотелось сегодня поблагодарить очень многих за все предыдущие проекты, наверное, в большей степени сегодня присутствующего здесь главу города Красноярска Эдхама Шабриевича Акбулатова, потому что при нем, еще будучи председателем правительства, начались эти крупные проекты, которые мы все с вами помним. Это молодая Сибирь, региональная выставка молодых художников, это век 20-й, век 21-й, это Енисей, Иртыш, Дверики, большой проект с Омской областью. Вот недавно только прошла выставка, которую мы отмечали и праздновали 25-летие Российской Академии Художеств, она только что выехала из этих залов. Нужно сказать, что вот в эти же дни идут выставочные проекты и Красноярского художественного института. В нескольких залах сегодня представлены работы молодых художников, это тоже такой очень серьезный вклад в изобразительное пространство нашего города и Красноярского края. И вот сейчас справится с Новосибирской областью, поэтому это все такое фундаментальное вложение в человека, и это, конечно, несомненно. Хотелось бы сегодня сказать слова благодарности, поддержки губернатора Красноярского края, правительству Красноярского края за то, что мы все можем встречаться действительно вот в таких залах, где представлено искусство. Это важно, несомненно, для всех нас с вами. Поэтому я поздравляю и благодарю Союз художников Новосибирской области, Союз художников Красноярского края, Академию, всех тех, кто представил сегодня работы художников. Это настоящий праздник, выставка не похожа ни на какую, ни на одну, мы это сразу видим. Есть о чем быть в диалогах друг с другом, школа, со школы, художник с художником, а в общем всегда художник видит только то, что он сам видит. Поэтому все эти диалоги, они нас, конечно, просвещают, дают нам очень многое, но самое ценное в этом, это, конечно, художник. Поздравляю всех нас, спасибо вам большое, что все пришли. Дорогие друзья, ну прежде всего, позвольте передать вам всем приветствие от Секретариата Союза художников России. Позвольте поздравить администрацию Красноярского края, мэра, губернатора, организаторов и участников этой выставки с таким знаковым и ярким событием в художественной жизни России. На карте, художественной карте России, очень много интересных и ярких отделений Всероссийской творческой организации Союза художников России. И каждый из этих отделений вносит свой вклад, своеобразие и разнообразие нашего Союза. И куда бы мы ни приехали, мы везде найдем некие яркие, отличительные признаки. Той или иной организации. В Новосибирске это одно, в Красноярске это другое, в Омске это третье. В Центральной России это что-то свое, особое, связанное с той роскошной природой, которой славен центр нашей страны. Мы в год открываем десятки выставок в разных городах нашей России, и каждый из этих выставок вносит свою лепту в созидание истории российского искусства. Вот так, чтобы соединить вместе два Союза и дать возможность сделать какие-то выводы об их творческом лице, происходит нечасто. Насколько я понимаю, здесь это уже в третий раз происходит, и яркость и своеобразность этого проекта свидетельствуют о его жизненности, о том, что впереди еще есть творческие планы, и эта идея такого проекта будет продолжаться. Здравствуйте, дорогие друзья. Конечно, я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые прозвучали в этом зале. Поскольку новосибирцы тоже сейчас в гостях у Красноярска, я прежде всего выражаю благодарность и администрации города Красноярска, и Министерству культуры Красноярского края. Я очень сожалею, что наш министр не смог приехать, но, наверное, какие-то сложные дела оказались, что она не смогла появиться здесь. Я буквально два слова скажу об этом проекте. Это действительно уже третья выставка из единого общего проекта, который был задуман сибирскими председателями. Проект этот носит общее название «Великие реки сибирского искусства». И вне зависимости от того, какое текущее название выставки есть сейчас, все эти выставки объединены вот этим единым художественным проектом. Это каждая выставка будет иметь свой каталог, и вот представляете, когда это все развернется в полную силу, и как вот сибирская река наберет всю свою мощь, какая это будет коллекция из вот этих книг, этих выставок. Причем, надо сказать, что вот прошли две выставки «Иртыш-Енисей» и «Инисей-Иртыш», несмотря на то, что названия этих выставок «Серкальные», это были совершенно разные выставки. Я думаю, Сергей Евгеньевич это подтвердит. И работы, которые были представлены в Красноярске, а потом в Омске, они, хоть и одних и тех же художников, но это разные работы, это новые работы. То есть, соответственно, и выставки новые, из новых работ составлены. Сегодня мы открываем первую выставку «Красноярцы и Новосибирцы». И темп, такой художественный темп взят, ну достаточно такой мощный и серьезный. Поэтому мы, Сергей Евгеньевич, так немножко остановились, призадумались и решили, что следующая выставка «Новосибирск-Красноярск, Красный проспект, проспект Мира», она состоится, по нашим планам, по нашим прикидкам, в 2014 году в художественном музее города Новосибирска, на которой будут, естественно, представлены новые работы, у художников это будет новая выставка. Тхан Шутеевич подметил еще одну очень интересную мысль о конкуренции, сказал, двух городов. Я когда ехал сюда в Красноярск, разговаривал с бывшим советником мэра и говорил вот о наших планах, чему я еду в Красноярск, зачем, что первая фраза, которую он сказал, «Красноярск, да, это наш главный конкурент». Я думаю, наверное, это не мое дело рассматривать конкуренцию в политической, финансовой, может быть, в какой-то городообразующей, в какой-то другой политике этих двух городов, но я точно могу сказать, что слово «конкуренция» применительно к нашим организациям художников, оно, я думаю, не совсем, наверное, правильно, поскольку мы специально делали выставку, построенную на «Контрасте». Здесь совершенно замечательная Красноярская школа, это очень большая организация, это самая большая организация в Сибири, практически почти 200 человек, да, вот у нас всего 86 человек, но вот мы хотели выставить всю выставку контрастную, но и тем не менее, чтобы это было как две половинки единого целого. Искусство, оно может быть внутри отдельных художников, отдельных течений, есть какие-то конкурентные такие телодвижения, но искусство едино, вместо под солнцем хватит всем. Спасибо вам за теплый прием, я очень надеюсь, что выставка, которую мы сейчас открываем, понравится и красноярцам, и новосибирцам, ну и желаю большой удачи этой выставке. Спасибо вам за добрые слова. «Так много сказано, дорогие друзья, я могу только сказать, что я был очень разнообразными чувствами в связи с сегодняшним событием. Дело в том, что я в Новосибирске был в 1942 году, тогда, когда никого, думаю, из вас здесь присутствующий, еще не был на свете. Я был курсантом артиллерийского, ленинградского артиллерийско-технического учащения, зенитной артиллерии, которая находилась в Томске. А в Новосибирске я оказался на практике на дальномерном заводе, где работал в качестве токаря, исполнял какие-то детали. И никогда в жизни я не предполагал, что я буду сегодня, во-первых, в 2012 году, на таком торжественном, замечательном событии. В Новосибирске я был не раз. Я дружен был с новосибирскими художниками, прежде всего с Николаем Грицухом, одним из классиков новосибирского искусства. Вы извините, что я начал говорить о автобиографических моментах, но я весь раздираю очень теплыми чувствами по отношению к сибирикам, в частности новосибирцам. Поэтому я от всей души являюсь членом и Ленинградского союза художников, вернее, Санкт-Петербургского, и почетным членом Красноярского союза художников. И я полон самых теплых чувств по отношению к замечательным творцам в изобразительном искусстве этих двух городов. Спасибо вам за эту выставку, спасибо всем зрителям, которые сюда пришли. Спасибо. Спасибо огромное. Очень много было сказано уже о самой выставке и о предыстории этого действительно уникального для нашего региона проекта. Мне хочется сказать честно и откровенно, что никогда Союз художников не смог бы поднять такого серьезного, такого значительного масштаба, если бы не было поддержки правительства Красноярского края, Министерства культуры, поддержки городской администрации. Конечно, мы не просто ощущаем эту поддержку, она является результатом. Каждый раз результатом все более и более интересным, более и более ярким. Отдельное слово благодарности советнику губернатора Красноярского края Геннадию Леонидовичу Рукши, самому скромному чиновнику, который прячется за колоной и сказал, ни в коем случае мне не давайте славу. Геннадий Леонидович, низкий вам поклон. Я хочу сказать, что течение великих рек сибирского искусства, оно уже дало такую большую центробежную волну. И после недавней поездки в Иркутск и встречи с министром культуры и мэром города Иркутска, принято решение о новом выставочном проекте, который будет называться «Ангара и Анисей». И я знаю, что на следующий год уже готовится для нас потрясающая возможность реализовать три новых проекта. Один из которых будет межрегиональная молодежная выставка, которая была заявлена как биеннале, и выставка замечательная, которая была в прошлом году. На следующий год в нашем молодежном объединении уже планируют такую выставку. И так далее. Конечно, это не только мое личное мнение, я считаю, что вот такая политика нашей власти в области культуры, это и есть настоящая государственная и должна быть общегосударственная политика в нашей стране. Тогда действительно мы не просто будем свидетелями и показывать друг другу конкурентные какие-то проекты. На самом деле, общеизвестно, что конкуренция – это двигатель прогресса. А конкуренция в творчестве, я думаю, это большой стимул для развития. И эти выставки, они дают не просто положительный результат, это возможность общения и художников из разных городов в том числе. Хочется еще раз от всей души поблагодарить всех тех, кто принимал участие в организации, и поздравить художников, потому что для нас жизнь превращается в настоящий красивый праздник. Всех с наступающим Новым годом огромное всем спасибо. Спасибо всем за добрые и приветственные слова. Просим вас пройти назад. Добрые традиции в рамках проведения масштабных художественных проектов встречаться с авторами произведений, которые представлены в экспозиции. Итак, 8, 12, 15 и 16 декабря приглашаем вас на творческие встречи с художниками Валерианом Алексеевичем Семьиным, Ольгой Александровной Боенко, Владимиром Николаевичем Пучинским и Александром Ивановичем Волокитиным. Двери выставки будут открыты до 19 декабря. Новых вам впечатлений и открытий в творчестве художников Сибирского региона. Добро пожаловать! 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 Добро пожаловать!